Дорожные знаки вместо символа. Их установка значит, что до конца ремонта несколько дней. Дорогу по улице Новой от Зейской до Красноармейской даже местные жители не узнают. Вместо гравия на проезжей части асфальт, вместо грязи на пешеходных дорожках – тротуарная плитка. Именно этому преображению больше всего рад Александр Загозкин. На Новый 24 мужчина живет два года и все это время мечтал о ремонте. Результат превзошел ожидания. Особенно важно было просто, чтобы идти гулять с коляской. То есть ты вышел и можно было пойти до набережной. Ранее это было сделать невозможно. То есть даже дойти до Амурской было сложно, не говоря уже, чтобы до Зейской докатиться. Поэтому это было очень важно. Так как у меня в самом маленькие дети, которые вот уже младшему три, поэтому это ощутили на Сибирь. Убедилась в том, что работы выполнены качественно и мэр Валентина Калита. Подрядчику удалось уложить асфальт ровным слоем, несмотря на сложности. С ними встретились во время прокладки ливневки. Новенький тротуар теперь красуется и на Богдана-Хмельницкого от Пролетарской до Горького. В общем, здесь обустраивают почти пять тысяч квадратных метров пешеходной зоны. Закончить работы дорожники планируют к ноябрю. Низкие температуры на качество не повлияют. Так как у нас климат уже не предполагает в ближайшее время укладку того же самого асфальтобетона, поэтому все работы мы стараемся умывать таким образом, чтобы закончить асфальтобетон. Он уже уложен на тех участках, где еще не закончена укладка тротуарной плитки. Технологически выполняются работы по подготовке основания, то есть уплотнению, установке бортового камня. И уже в финале будет укладываться тротуарная плитка. Всего в этом году в рамках муниципальной и федеральной программ в областном центре обустраивают более 30 километров тротуаров, укладывают больше 40 километров асфальта. Параллельно монтируют светофоры, устанавливают опоры освещения. Мы заходим поквартально и завершаем в течение двух-трех лет весь квартал. И большие объекты берутся сегодня на вооружение. Возможности сейчас больше, поэтому сейчас, планируя уже 20-й год, естественно, будет продолжение тех работ, которые начали в этом году и будут начаты новые виды работ на новых участках дорог. Какие это будут участки, станет известно к концу года. При их выборе городские власти обязательно учтут мнение благовещенцев. Кристина Слепцова, Андрей Белый, программа Город.